Доброе утро! Вы смотрите новости. С вами Анастасия Борисова. И переходим к выпуску. В Новоалтайске сотрудники полиции старший лейтенант Алексей Демин, старшие сержантцы Сергей Тараканов и Алексей Филатов спасли людей во время пожара в частном секторе. Во время ночного патрулирования улиц полицейские увидели, что в одном из домов загорелась веранда. Люди оказались в огненной ловушке. Полицейские разбили окно и помогли выбраться из огня хозяевам, семейной паре. Было принято решение разбить в окно, выбить его. Залезли внутрь, вытащили женщину и мужчину, а то есть владельцев данного дома. После чего пошли выкуривать соседние дома и перекрывали дорогу до приезда пожарных. Поэтому мы даже не видели, тут уже не видели. Когда муж открыл окно, ой, дверь, коридор, огонь пошел весь на кухню. Сотрудники разбили окно, залезли в дом, помогли выбраться ему, разбудили. Ну и тут я уже встала и нас прям вытолкали в окно, они просто нас спасли. Они в такой степени парни, я не знаю, умницы, молодцы, только ради, вот благодаря им мы остались живы. От супругов сотрудники патрульно-постовой службы узнали, что в доме имеются баллоны со сжиженным газом, и они в любой момент могут взорваться. Полицейские оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия спасателей МЧС. Руководством принято решение о поощрении полицейских, сообщила официальным представителем ВД России Ирина Волк. Стала известна праздничная программа Дня Победы в краевой столице. О них рассказали в администрации Барнаула. Традиционного парада Победы и праздничного салюта 9 мая не будет из-за эпид-ситуации. Тем не менее, программа дня будет насыщенной. С 10.00 до 19.00 на площади Сахарова состоится парад военной техники, а на площади Совета в 12.00 легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021». На традиционных площадках, набережной реки О, площади Сахарова и в Центральном парке в течение всего дня будут проходить концерты. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, организовала Кулундинская детская школа искусств на железнодорожном вокзале. Детский хор исполнил весеннюю песенку на слова Белоусова и «Пусть всегда будет солнце» Льва Ашанина и другие песни из своего репертуара под аккомпанемент фортепиано. Накануне Дня Победы наши корреспонденты попросили горожан рассказать о своих ветеранах. О том, как сохраняется в семьях память героев далекой войны, в нашем Блицопросе. Иван Сергеевич Паньков, который ушел на войну и пропал без вести, к сожалению. Поэтому память о нем храним. Хотелось бы оставить, чтобы был орден, но, к сожалению, осталась только фотография в военной форме. И мы ее до сих пор бережем. И каждый раз во время бессмертного полка у нас есть специальный планшет, и мы с ним выходим. У нас два было участника войны. Это мои деды, Родион Георгиевич и Василий Иванович. Они, Василий Иванович, он погиб, пропал без вести, а Родион Георгиевич, он дошел до победы, был ранен и умер уже после войны. Дедушка Царствия ему небесная, то есть героя Великой Отечественной войны, с орденами, с медалями, с заслуженными, конечно, есть. Я знаю, что он взорвал 19 или 20 танков, да, за что получил орден, если не ошибаюсь. Но не очень достоверно, я просто знаю все факты, так как с дедушкой связь тоже на долгое время была утеряна, и всех его регалий нужно поднимать архивы, чтобы узнать. Мой папа Василий Иванович Бахарев всю войну прошел, подполковник, а свекор он дитя войны. То есть тоже там страшные воспоминания. В живых, к сожалению, никого нет. Много чего рассказывали, в основном плакали. По ночам плакали, зубами скрипели, потому что у папы живого даже места нет, и осколки везде. Папа вообще всю войну прошел, и на рестае был. И дело в том, что он говорит, что все красиво в кино. На самом деле очень страшно, очень страшно. Помнили, помним, и продолжаем помнить. У меня прадедушка служил, Собин Тимофей Алексеевич. К сожалению, погиб. В 43-м году возраст у него был 23 года. Ну, память храним. Есть фотографии в альбоме. И рассказываем детям своим. И на этом все. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова